Иллиада, Домер. Древняя Грекция, XII век до н.э. Сын троянского царя Приама, Парис, похищает прекрасную женщину Элладу Елену, супругу царя Спарты Менелая. Менелая идет войной на Трою. Иллиада повествует об одном эпизоде последнего, десятого года Троянской войны, в гневе Ахиллеса, самого могучего и храброго среди греческих воинов, оскорбленного верховным правителем ахейцев, мекенским царем Агамем Номом. Ахиллес отказывается участвовать в сражениях. Троянцы начинают брать верх, гонят ахейцев до самого лагеря и едва не поджигают их корабль. Тогда Ахиллес разрешает вступить в битву своему любимому другу Патроклу. Патрокл погибает. И Ахиллес, отрекшись наконец от гнева, мстит за смерть друга, сразив Гектора, главного героя и защитника Троянцев, брата Париса, проводник истин, оправданных тысячелетиями. Певец доблести, составивших славу и честь народу. Так назвал Творца Илиады. Гнедич. Действительно нравственные ценности, прославляемые поэми вечны. И это во многом способствовало тому, что поэма стала одним из краеугольных камней в фундаменте европейской культуры. Все образованные народы один за другим ревновали украсить отечественную словесность творения Мегомера, писал Далее Гнедич. В этом соревновании он сам одержал блистательную победу. Его перевод Илиады стал фактом русской поэзии, одним из классических ее произведений. Новосибирское книжное издательство. 1987 год. Иллюстрации Шурица. Продолжение следует.